Один раз в год, 15 февраля, ветераны афганской войны приходят к монументу боевой и трудовой славы, чтобы встретиться с боевыми товарищами и вспомнить тех, кто не вернулся. По данным военного комиссариата, более 200 человек из города и района были призваны служить в Афганистане. 7 человек погибли, выполняя интернациональный долг. Их имена сослуживцы не забывают и спустя более двух десятков лет. Тяжело и горько вспоминать тех, кто не вернулся с этой войны. Это почти 15 тысяч сыновей нашей Родины. Мы чтим имена павших земляков. Капитана Якименко, младшего сержанта Алабердина, рядового Байгужина, рядового Погребача, рядового Сорезиддинова, рядового Терегулова, рядового Шарипова. Наша с вами светлая обязанность сохранить добрую и светлую память о погибших. Героизм наших земляков отмечен множественными боевыми орденами и медалями. Войны-интернационалисты сегодня принимают активное участие в жизни города, в военно-патриотическом воспитании молодежи. В составе советских войск в Афганистане воевали более 9,5 тысяч жителей Башкортостана. 343 из них не вернулись с полей сражений. В целом же в Афганистане наша страна потеряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Существует множество противоречивых оценок той кампании, длившейся более 9 лет. Однако, бесспорно одно, советские воины выполнили свой долг с достоинством и честью. Приветствую всех, кто пришел почтить память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года были выведены советские войска с территории Афганистана. Этот день волнует сердца многих парней, прошедших огненными дорогами войны. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу жестокие сражения в чужом краю. Сегодня День памяти объединяет военнослужащих, участвовавших более чем в 30 локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших за пределами страны. Около полутора миллионов соотечественников оказались участниками боевых действий. В память о павших войнах участники торжественного митинга возложили цветы к вечному огню. Айгуль Мухаммедшина, Денис Тихонов, Новости.